Православный храм у Турови был побудован в 70-х годах 12-х годов, разборанный в вынику земля Трусу 3 мая 1230-х годов. На той час это было самое буйное монументальное сбудование на этих землях, его по мере прерывало 30 на 17 метров. Есть все подставы мерковать, что тут проводил службу и сам Кирилл Туровский, тем больше, что в 60-х годах 12-х годов он был назначен Туровским епископом. Неоплошный чаргумен, а по этой причине боская литургия у память святителя уже традиционно проходить в этом месте. У вогули Кирилла Туровский застався в истории не только как царковный дейч, а и как один из духовных освятников старорусской державы. Его творы были включены у знакомитых сборник Златовуст, как лепшая для того часу. И такие факты, по которым можно мерковать об особе Кирилла Туровского, по часу его життя князство займало территорию от Бреста и Кобрына до Мазыра. Это была, собственно, великая сторожительная держава, которую ведали не только ее ближайшие суседи. Правда, из-за гадок князство покинуло шмат. В основном вся информация, которая есть, она археологического плана. То есть такой информации касательно каких-то лицах известных, например, как князь Острожский, то такая информация еще пока не изучена, не в небольшом плане. Информация есть, но ее очень мало еще. Почас молебну каля помника идет дождь, а для сотни паломников, которые приехали из разных областей Беларуси, не покидают службу. Докладный год смерти святителя невядомы, официально лечится 1186-й. С того часу прошла маль 830-х годов, а для спадчина, которую покинул Кирилла Туровский, актуальна и зараз. Об этом даже сказали и по час свято-духовной и народной музыки пасхальный фестиваль в Турове. На сцене ансамбль казачьей песни, узорно-показальный оркестр у сбройных сил Республики Беларусь, заслуженный аматорской коллективу Туровский хор. Это искусство, которым мы несем народ, который интересуется и в других республиках. Самое интересное, что если приезжаешь, допустим, в Россию, они хотят слышать нашу, нашу песню. Под час урочистости, в присвеченных памяти Кирилла Туровского, узгадали и еще одну юбилейную дату. Все это вспоминается 25 годов, как была одна лена Туровская епархия, одна самых старожидных на территории сучасной Беларуси. Причем, когда в 1992 году тут наличивалось 23 храмы, то сейчас 2 монастыря, 70 церков и 15 каплиц. И это еще один помнит Кириллу Туровскому, епископу Турова, 12-го года. Я всегда говорю, вот обратите внимание на дерево, чем больше корней, чем глубже эти корни входят в землю, тем прочнее стоит это дерево. Так вот, наша церковь – это древо жизни. И чем больше у нас будет вот этих корней, а корни – это наши архипастыри, это пастыри, это наш верующий народ. Чем больше будет вот этих корней в земле нашей, тем крепче наша церковь, тем крепче будет наше Отечество, государство даже. Поэтому хочется пожелать, чтобы молитвами святителя Кирилла Епископа Туровского церковь наша укреплялась, Отечество наше укреплялось. Мир и благословение пребывало на нашей благословенной земле. Олег Сентеров, Игорь Мариченко, Телерадо, компания «Гомель», Стурово.